дорогие друзья добрый день пожалуйста напишите в чате видно ли меня слышно хорошо чтобы с вами убедились что связь работает так проверяем вместе связь отлично ну что дорогие друзья хочу вас поприветствовать всех кто подключился к нашему марафон антивирусных каникул сейчас непростое время как мы сами все замечаем многие люди испытывают какой-то страх чувство неизвестности непонимания как действовать и в этих условиях мы решили провести этот марафон чтобы каждый человек он обрел точку опора внутри себя обрел смысл и понимание что именно происходит как он наиболее эффективно наилучшим образом мог действовать в этой ситуации наполнился чувством какого-то энтузиазма радости да потому что человек максимально эффективно действует тогда когда есть вот это вот это настроение и так мы сделаем этот марафон ради того чтобы получили вместе знания обрели точку опоры и стали максимально эффективно действовать нынешних условиях проект психологии третьего тысячелетия совместно с фондом благотворительным фондом благодари делают эту социальную акцию для вас дорогие а меня зовут гадецкий олег я руководитель проекта психологии третьего тысячелетия кандидат философских наук и хочу передать слово также руководителю благотворительного фонда антону калапкину чтобы он тоже от себя несколько сказал мы вдвоем открываем этот марафон так антон пожалуйста подключитесь здравствуйте дорогие участники марафона спасибо олег георгиевич за словом вот еще раз хочу вас поприветствовать меня зовут антон калапкин я руководитель благотворительного фонда благодари и всю эту неделю вместе с вами я буду начинать и заканчивать этот марафон и совместно с проектом психология третьего тысячелетия усилиями большой команды мы создали данное мероприятие в ответ на призыв общероссийского народного фронта включиться некоммерческие организации в работу по разрешению таких вот кризисных ситуаций в поддержке граждан во время карантина сегодня очень много различной информации приходит каждому из нас и важно в потоке всех этих событий найти для себя вот эту внутреннюю точку опоры чтобы чувствовать защиту и уверенность также это необходимо для того чтобы поддержать тех кто находится сегодня рядом с вами сегодня вот наш марафон открывает руководитель образовательного проекта психология третьего тысячелетия кандидат философских наук ректор института ценностно ориентированной психологии действительный член общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги автор книг и уникальных методик олег георгиевич гадецкий олег георгиевич вам передаю тогда слово спасибо антон но я соответственно скажу что антон у нас будет открывать каждую встречу завершать он будет таким ведущим всего этого марафона разные специалисты у нас будут выступать в этом марафоне специалисты практики консультанты психологи в течение семи дней у нас будет марафон будем надеяться что все эти семь дней что-то очень важное произойдет для вас вот но а я сегодня начинаю моя тема это тема иммунитета как психологический настрой влияет на состояние нашего иммунитета но соответственно как вы наверное уже читали в разных описаниях то овладеет нами коронавирус или не овладеет зависит от нашего иммунитета даже если он придет в качестве болезни то в какой форме это будет протекать настолько легкой что вы даже не заметите просто такие легкие какие-то на недомогание кстати говоря большинства людей хочу вам сразу сказать именно так проходит это между нами вот или это будет на более серьезное какое-то заболевание когда и температура и ломота и какие-то трудности страдания или может быть совсем сложно то что мы с вами сейчас наблюдаем разных странах когда в том числе люди некий летальный исход дорогие это зависит от иммунитета поэтому давайте поймем что же такое иммунитет как он работает внутри нас как мы можем его усилить с помощью психологического настроя какие факторы на это влияют и что нам собственно нужно делать вот такую тему мы с вами разбираем сегодня я буду ее освещать как психолог практик который психологической сфере в этой профессии находится уже почти 30 лет достаточно большой опыт за плечами множество людей с которыми работал тренингов консультации знаний я хотел бы с вами поделиться сегодня этим и так сегодня еще раз я с вами не буду говорить как врач как медик но как специалист психолог вы скажете а какая связь вообще болезни заболевания и психологии вы давайте нам дайте советы вообще таблетки пить дорогие ну во первых это не ко мне я не врат еще рассказать хочу вам сказать но хочу вам один интересный факт привести знаете ли вы что большинство заболеваний современная медицина классифицирует как психосоматические что такое психосоматические психея сома психосоматические это греческие слова психея означает душа или некие тонкие причины психика как мы говорим сомас это тело так греки называли наше физическое тело то есть психом психосоматические причины болезни это означает причины которые начинаются с психического уровня так вот до 70 80 процентов современная медицин заболевание современная медицина классифицирует как имеющие психосоматическую природу итак мы с вами должны понять что психология непосредственно связано с медициной более того на самом деле именно у психологии есть более тонкие более глубокие инструменты как работать с причинами болезни но еще раз если причина на тонком уровне так медицинские препараты таблетки мази все остальное они что просто не достают это же психика человека мази таблетки какие-то излучения и все остальное они же работают на физическом плане там только на уровне грубого тела ну а я хочу вам сказать что на самом деле практически не практически все болезни начинаются с тонкого психического уровня но это так уж с точки зрения психолога практика хочу вам сказать это вот первое что давайте обозначим и так наш психический настрой очень сильно влияет на состояние нашего иммунитета и на состояние нашего физического тела как мы с вами выясняем я вам хочу привести некоторые примеры на этот счет чтобы наша с вами психологическая грамотность в этой связи повышалась потому что как вам сказать мы вот уже как бы понимаем что в зависимости от того с какими энергиями контактирует физическое тело это сильно нас влияет ну например пищи как говорят на востоке мы есть то что едим мы четко знаем что если мы съели что-то не то или то но слишком много то мы чувствуем себя не очень хорошо мы чувствуем влияние пищи на себя если мы съели какую-то пищу я не знаю там про киши ну слушайте ну тело на нас сразу мы замечаем замечаем как эти факторы внешней среды нас влияют если я шел неосторожно и плечом зацепил дверной косяк я чувствую боль в плече я чувствую на мое тело влияет внешняя среда когда у нас болит что-то в теле мы сразу это ощущаем нам неприятно но как же психическая среда влияет на нас а мы с вами можем это заметить например сейчас множество людей в панике почему средства массовой информации определенным образом дают информацию а вот как вам кажется задумайтесь пожалуйста вот это ощущение страха паники она помогает иммунитету или разрушает его вот просто мысленно задайте себе вопрос как вам чисто интуитивно кажется это способствует усилению иммунитету либо это наоборот разрушительно влияет на нас ну а в качестве маленькой подсказки задумайтесь что вы чувствуете после напряжения страха стресса жизни кстати говоря можем заметить что мы в таких ситуациях очень часто заболеваем когда перенапряжены когда слишком сильно устали не выспались несколько дней слушайте болезнь любой вирус нас легко атакует мне бы интересно было услышать вашу увидеть вашу реакцию в чатах пожалуйста поставьте плюсики если вы согласны что такой закон действует что вот эти вот разные переживания такие как страх разочарованность обида они скорее ослабляют иммунитет и мы чувствуем потерю сил после того как эти эмоции овладели нами но в принципе это некий очевидный фактор который на который мне кажется может обратить внимание любой человек я хочу вам рассказать несколько таких примеров относительно того как работает наш внутренний настрой но это опять все к теме если мы с вами осознав жизни выбираем что является здоровьем для нашего физического тела то есть например ходить нужно осторожно чтобы не задевать плечами косяки дверные то что просто больно будет мы осторожны с вами как действовать в физическом мире дорогу переходим на определенном месте смотрим по сторонам чтобы машина не ехала то что если машина нас друг заденет то что будет проблема мы с вами научились осторожно вести себя физическом мире просто закон самосохранения работы но у нас с вами пока не хватает культуры что нужно также осторожно вести себя так же и в тонком мире с какими эмоциями мы взаимодействуем те эмоции с которыми мы взаимодействуем те эмоции входят в нас если мы с вами целый день смотрим телевизор слушайте там транслируются определенные эмоции ну уж так случилось я сейчас не не осуждаю телевизор там есть хорошие передачи правда их намного меньше но в основном это энергии страха и агрессии которые мы с вами оттуда получаем и она входит в наш внутренний мир вот эта внешняя энергия она попадает внутрь нас мы с вами в жизни можем замечать тот человек с которым мы общаемся его состояние влияет на нас если это оптимистичный добрый любящий человек мудрый спокойный умиротворенный слушайте мы сразу как-то рядом с ним успокаиваемся раз не так если человек разгроженный злой перепуганный завистливый обидчивый гневе автоматически сразу влияет на нас и мы потом начинаем жить с этим состоянием так смотрите очень важная культура в сфере психологической культуры эта культура избирать с какими эмоциями я контактирую и если продолжать тему иммунитета то именно эти эмоции они и влияют на состояние нашего иммунитета а теперь несколько небольших примеров я достаточно давно прочитал один очень интересный случай он был швеции это была бригада электромонтеров они ремонтировали фургон такой рефрижиатор это был холодильник такой большой ну знаете такие если фрижиаторы большие где перевозят разные продукты там были какие-то поломки и вот они значит целый день там что-то чинили работали с этим и в конце рабочего дня все ушли один из рабочих задержался там что-то он делал не заметил остальные ушли продолжал что-то делать и когда закончил свою работу пытался выйти и вдруг обнаружил что фургон снаружи закрыт когда утром бригада вернулась на свое рабочее место они обнаружили внутри этого фургода обледеневшие тело обледеневшие просто насквозь промерзшие а знаете какой интересный факт фургон не работал он не был подключен в нем холода не было это была обычная температура как вам кажется что убило этого человека температура была обычная этого человека убил ум или психологический настрой смотрите не только ослабил иммунитет убил проморозил тело насквозь давайте поймем насколько могущественен наш ум среди медиков известны эти эксперименты с плацебо я думаю вы многие наверное слышали об этом плацебо это таблетки пустышки пустышки то есть в них никакого лекарства нет ну просто пустышка просто там какой-то белый такой куплюшок ничего там больше нет но пациентам которые были больные очень такие тяжелые формы болезни хронические десятилетия мучились всю жизнь и вот врачи говорили слушайте вам необычайно повезло это препарат который только что был разработан необычайные практически стопроцентные результаты вы не представляете какая у вас удача столько людей для вас они мучились этой болезнью многие умирали и вот сейчас врачи изобрели это удивительное лекарство протестировали проверили убедились в его эффективности мы просто очень рады за вас пожалуйста начинайте принимать это лекарство знаете что произошло в районе 70 80 процентов случаев ну что-то в районе этого сейчас может быть цифры не точно помню в районе 70 процентов насколько я помню больные выздоравливали выздоравливали это было не лекарство это было просто таблетка пустышка почему потому что у человека возник настрой вера вот то что мне поможет а лекарства не было так что в этом случае излечивала человек его излечивал психологический настрой вот это некая внутренняя уверенность чувство энтузиазма дорогие вот это ум вот эта психология интересно еще один эксперимент я слышал нож не знаю насколько он гуманный но он тем не менее было бы были больные раком последние стадии раком и им сказали что сейчас новые методы врачи сказали новые методы хирургии вот новейшие такие разработки очень эффективная работа с опухолями на уровне хирургических операций это реально кстати были разработки которые давали хороший эффект там хороший процент был вот и дальше с этой группой испытуемых был проведен следующий эксперимент половине из них были реально сделаны эти операции реально сделано а половине из них просто были взрезы сделаны и зашиты потом то есть операции не делались просто разрезы и просто потом зашивали но никто из пациентов это не знал все думали что им сделали операции так знаете что получилось процент выздоровления как в первой так и во второй группе был одинаковый дорогие одинаковый вы думаете хирурги нам помогают врачи нет дорогие прежде всего вы или усиливаете течение своей болезни или выздоравливаете врачи конечно играют важную роль я сейчас это не отрицаю но мы сейчас с вами обсуждаем вот эту тему нашего ума или психического настроя как он влияет на нас значит самое печальное что вот в этой второй группе испытуемых которые выздоровели там большой процент был выздоровевших им потом сказали что знаете операции никто не было вы просто поучаствовали по их эксперименте мы вам благодарны мы просто разрезали вам ткани потом их зашили но так здорово что вы выздоровели значит и случилось возник другой процент у достаточно большого количества этих людей которые выздоровели рак опять начался вот это ум и вот это психологический настрой это первое что я хочу сказать нашему обсуждению давайте поймем силу этого влияния и вот исходя из этого давайте учиться культуре с какими эмоции мы взаимодействуем пожалуйста проверьте что вы сейчас делаете вы непрерывно смотрите телевизор еще больше себя пугаете вы постоянно общаетесь с людьми которые обсуждают эту тему и друг другу рассказываете факты что это такое показываете картинку этого страшного корона вируса с этими коронами щупальцами которые внедряются в вашу клетку и там знаете потом просто разбивает изнутри и стучится как свой и он не узнается иммунной системы она абсолютно беззащитна без него а от него он просто попадает и просто изнутри ее разрушает и более того признаки болезни незаметно вы себя хорошо чувствуете вот когда уже последняя стадия у вас поднимается температура у вас дыхание просто вы дышать уже не можете просто умираетесь слушайте а что вы сейчас почувствовали когда я вам это рассказываю вот задумайтесь а теперь послушайте другое согласно разным исследованиям я уже это сказал очень многих людей этот коронавирус он проходит незаметно ну просто легкое недомогание у некоторых это болезнь на температуру ломота мы реально это чувствуем и у них собственно коронавирус обнаруживают когда они обращаются и у некоторых процент не очень большой в основном это люди с ослабленным иммунитетом и люди пожилого возраста у которых иммунитет ослаблен обычно это бывает летальный исход вот если мы с вами возьмем процент умерших и процент тех которые даже не заметили что они болели и врачи даже не фиксирует что это как болезнь что это будет очень маленький процент по статистике а вот когда мы с вами сейчас себя пугаем накручиваем всю эту ситуацию задумайтесь что мы делаем пожалуйста вспомните этого рабочего который промерз насквозь в этом рефрижераторе которым была комнатная температура вспомните эти эксперименты с плацебо как выздоравливали люди вспомните эти эксперименты с хирургической операции где сначала люди выздоровели потому что они подумали что им сделали очень хорошую операцию потом опять заболели когда им сказали что операции никакой не было дорогие давайте учиться работать со своим умом потому что от этого возникает избирательность с кем мы общаемся что слушаем на что настраиваемся я сейчас не говорю что не нужны меры предосторожности их нужно выполнять но давайте не будем сумасшедшими людьми и такими испуганными шизофрениками такой знаете извините пожалуйста такой черный анекдот ну уж простите пожалуйста я же должен вас перепугать тоже я же часть средств массовой информации мы сейчас с вами транслируем что когда эпидемия пандемии закончится из своих домов выйдет миллионы шизофреников с чистыми руками что с нами происходит дорогие что с нами происходит давайте зададим себе этот вопрос какие переживания в какие эмоции мы с вами включились каким энергиям подставляем себя если вы свое физическое тело подставили под струю грязной воды такой грязь просто льется вы станете грязным если вы подставили себя под струю чистой воды вы станете чистым абсолютно то же самое с умом под какую энергию мы его подставляем те эмоции те энергии туда впитываются они входят наш внутренний мир и начинают влиять на наше физическое тело а теперь хочу следующую тему чтобы начали продолжая наш разговор об иммунитете но первые рекомендации надеюсь мы с вами получили пожалуйста общайтесь с людьми спокойными умиротворенными радостными оптимистичными пожалуйста будьте на солнце она помимо витамина d который кстати очень важен для усиления иммунитета один из самых важных витаминов она дает еще чувство радости а если у вас нет солнца в том городе где вы живете послушайте пение птиц с утра не так радостно поют слушайте там столько энергии жизни давайте увидим но через некоторое время листочки будут распускаться давайте весне откроемся давайте увидим глаза любимой глаза отца матери услышим их голос побудем рядом с ними напитаемся посмотрим какой-то фильм хороший сейчас столько времени у нас с вами появляется какую-то музыку почитаем вместе пообщаемся вместе с детьми поиграем поговорим друг с другом наконец-то после всей этой беготни и суеты мы наконец-то остались рядом друг с другом но готовы ли мы с вами к этим изменениям мне рассказали интересный факт один в америке сейчас многие люди они сидят также своих домах как и мы с вами сейчас кстати и процент разводов за это время как люди оказались наедине друг с другом увеличился на 20 процентов соединенных штатах америки а в китае процент разводов увеличился на 30 процентов когда люди сидели рядом друг с другом слышите мы просто не готовы нормальной жизни как выясняется мы стали какими-то сумасшедшими шизофрениками которые бегают туда-сюда вот чего-то хотят достичь в этой жизни вот коронавирус нас остановил и он нам как зеркало показывает а ты тебе не кажется что ты перестал быть человеком ты просто как биоробот суетишься сюда-сюда такая-то цель такая-то цель то что может быть пришло время остановиться и научиться радоваться жизни открыться к ее энергиям научиться ценить то что она дает но это так между делом я хочу рассказать одно очень интересное исследование относительно коронавируса сейчас в интернете много разной любопытной информации и мне попалось очень одно интересное исследование его этот пост сделала кандидат медицинских наук гельмуддинова флюра габтрауфона послушайте пожалуйста она пишет что в нашем внутреннем мире есть разные эмоции и в самом общем случае мы своих можем классифицировать я уже от себя добавляю на на две части на две категории одна и такие эмоции как горе страх обида жалость раздражение возмущение вспыльчивость ярость гнев гордыня пренебрежение превосходство ну я думаю мы все с вами знаем эти энергии так вот знаете когда человек ученые исследовали какими частотами вибрируют эти энергии вот эти эмоции то есть когда человек переживает эти эмоции то какая вибрационная частота возникает послушайте пожалуйста у всех этих эмоций которые были перечислены очень низкие энергии например горе эта вибрация до 2 герц страх от 2 от 0,2 до 2,2 ну примерно то же самое обида до 3 герц это низкая частота жалость от 3 герц и чуть повыше раздражение примерно до 4 герц возмущение примерно до 2 герц вспыльчивость на уровне 1 герца ярость целых пять десятых герца гнев полтора герца гордыня 0,8 десятых герца пренебрежение полтора герца превосходство 1,9 герца а вот таких эмоций как великодушие благодарность ощущение единства с другими людьми то есть переживание такого родства сострадание любовь частоты очень высокие они резко отличаются от этих первых например великодушие 95 герц слушайте почти в сто раз больше чем то что было у предыдущих низкочастотных вибраций благодарность 45 герц благодарность которая идет из сердца знаете такая очень глубокая 140 герц и выше первая благодарность это была благодарность такого переживания на уровне смысла что благодарю тебя потому что понимаю как эти благодаря а вторая благодарность сердечная она почти в три раза выше чем 1 140 герц ощущение вот этого родства близости знаете эта встреча такая друзей что ли да такая ощущение родства такого настоящего эмоционального единства сто сорок четыре герца и выше сострадания выше 150 герц любовь которые мы переживаем в отношениях 50 герц и любовь очень глубокая сердечная ко всему миру выше 150 герц зачем я это рассказываю дорогие потому что вот это вот кандидат медицинских наук вся и хвала и честь гельмудийного флюра гауптрофона гауптрофона пишет что вот этот вот наш с вами любимый коронавирус как и всякий другой вирус это сущность с низкой вибрации ее вибрация этого вируса от 5 до 14 с половиной герц выше вибрацию не излучает этот вирус до 14 с половиной герц от 5 до 14 с половиной как вам кажется какая среда наша психическая способствует развитию вот этому вирусу внутри нас когда мы вибрируем низкими энергиями результате того что переживаем горе страх обиду жалость раздражение возмущение вспыльчивость ярость гнев гордыня превосходство над другими уважаемые вот этими низкими эмоциями мы создаем внутри себя в своем внутреннем мире низкочастотную среду который очень быстро начинает развиваться этот вирус а вот если мы с вами переживаем такие эмоции и как великодушие благодарность ощущение единства с другими желанием помогать любовь сострадание желание поддержать другого то все эти эмоции это очень высокие вибрации как я уже сказал два в три раза слушайте например вот это какой в два в три раза простите я ошибся какой в два в три раза сострадание 150 герц сердечная благодарность 140 герц великодушие почти 100 герц сто раз превосходит вот те вибрации которые издают эти низшие наши переживания когда мы находимся вот в этих энергиях высоких благодаря этим чистым эмоциям внутри нас возникает среда в которой этот вирус просто не может выжить согласно исследованиям ученых он несмотря на то что его вибрация до 15 с половиной герц 14 с половиной герц до двадцати с половиной двадцати пяти с половиной герц он еще выживает сохраняется уже не активно правда действует но 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 сохраняется но выше двадцати пяти с половиной герц он не выживает он умирает просто он гибнет итак давайте поймем что если мы носим себе вот эти переживания низшего порядка испытывая их в отношении друг с другом гневаясь обижаясь напрягаясь находясь в стрессе страхи внутренним напряжение мы создаем крайне благоприятную среду своем организме для развития этого вируса но если мы сосредотачиваемся на эмоциях высшего порядка доброта милосердие сострадание желание помочь поддержать любовь это сердечное в том числе в семейных отношениях своим детям некий энтузиазм решимость выполнять свой долг свою миссию в этом мире вера в бога знаете а вера в бога кстати говоря создает самую высокую вибрацию внутри нас это кстати говоря тоже научный факт ученые исследовали влияние молитвы самая чистая высокая вибрация возникает тогда когда у человека возникает чувство связи с богом молитву доверие открытость вот давайте из этих простых научных фактов поймем что нам делать и что для нас будет сейчас самым лучшим в этой достаточно непростой обстановке давайте также не будем на нее закрывать глаза я сейчас не говорю что нужно работать только своим настроем еще раз хочу повторить надо работать и с некими конечно всем мерами осторожностями на физическом плане дорогие ну давайте не будем становиться шизофрениками с чистыми руками давайте не будем становиться вот если мы людьми которые после 20 лет совместной жизни оказавшись наедине друг друга вдруг разводится может быть как раз пришло время услышать друг друга а может быть как раз пришло время побыть рядом друг с другом а может быть как раз пришло время взять своего ребенка за руку и с ним просто поиграть потому что я 10 лет его не видел от своей беготне, суетнее всем остального. А может быть, стоит все-таки посмотреть на солнце, может быть, пришло время и открыться вот к этой радости, которая из него исходит. Потому что птицы, когда встает солнце, каждое утро поют. А мы с вами каждое утро сейчас все больше и больше в страх погружаемся, включая телевизор. Слушайте, что мы выбираем, солнце или телевизор? Страх или радость? Потому что в зависимости от этого выбора, который мы делаем, мы создаем определенные предпосылки или для развития болезни, или для очень мощной защиты внутри себя от нее. Что вы выбираете, дорогие? Задайте себе этот вопрос. Мы с вами свободные существа, нам дается свобода выбора. Что мы выбираем? Какие переживания? С какой энергией мы взаимодействуем, как на физическом, так и на психическом плане? Это же наш выбор. Нам даны ноги, мы можем пойти или туда, или сюда. На уровне физического тела мы чувствуем, что у нас есть свобода. Мы приходим в магазин, мы понимаем, я могу купить эти продукты или эти. На уровне физического тела у нас есть свобода. Но почему мы с вами решили, что у нас нет свободы на уровне психики, на уровне ума? Здесь же тоже выбор, с какими эмоциями я контактирую, и с такими эмоциями я остановлюсь. Ну а дальше, не буду повторять, всю цепочку мы с вами уже можем проследить. Итак, это второе, что я хотел вам сказать о том, что такое коронавирус и каким поступком он нас подталкивает, и что является лучшей профилактикой нашего с вами внутреннего состояния, и, соответственно, состояние, которое усиливает автоматически также иммунитет. А теперь давайте еще несколько моментов обсудим, они были бы важны в нашем диалоге. Я надеюсь, какие-то простые рекомендации, простые понимания мы с вами уже получили. Я очень надеюсь, что мы воспользуемся ими. Кстати говоря, я вам приведу один очень интересный исторический факт. Возможно, он вас удивит. Но он к той теме, которую мы с вами обсуждаем. Мать Тереза, которая за свою благотворительную деятельность, миссионерскую благотворительную деятельность, получила Нобелевскую премию. Я думаю, многие из вас слышали об этом, об имени этой удивительной женщины. Она была христианка-католичка. И она служила в Калькутте. Калькутта – это индийский город. Это один из самых грязных городов планеты в то время был. Сейчас Калькутта – красивый город. Хотя там до сих пор остались трущобы. Я был там несколько раз. И калькуттские трущобы, слушайте, это что-то ужасное даже сегодня. Но что было в те 70-е годы, это можно было только представить. И мать Тереза, она служила всем этим нищим, которые были больны страшными какими-то заболеваниями, заразными. Просто там столько инфекций, вот этой грязи. Она служила им. Она их кормила, она их устраивала в больнице, она заботилась лично о них. И ей помогали разные сестры и братья, которые служили вместе с ней. Так вы знаете, какой интересный момент? Ни мать Тереза, ни те, кто ей помогал, ни разу не заболели. И они не один-два дня служили там. Многие годы. Давайте поймем, как это работает. Потому что вот эта эмоция сострадания, любви, помощи и вера в Бога, а это самая высокая эмоция, и самая надежная защита. Это было то состояние, которое было абсолютно неуязвимым для всех этих инфекций, в которых они непрерывно просто находились. Я сейчас не говорю, что, знаете, нам нужно как-то так вот просто заулыбаться и пойти в самую гущу больных. Дорогие, не получится искусственно это сделать. Вот. Не получится это искусственно сделать. Но давайте привыкать вот к этому выбору более высоких состояний. Давайте учиться. Это грустный очень факт. Мне рассказали, знаете, в одном городе Тюменской области. Но началась тоже вот эта вот вся нервотрепка. Какие-то первые случаи, заражения. И один благотворительный фонд, волонтерский, кстати, в рамках вот этой инициативы, которую Антон упомянул в начале, Российского народного фронта, он волонтер этого фронта, он сделал объявление, пожалуйста, дорогие, подключайтесь. Нужна сейчас помощь. Чтобы мы старикам развозили продукты, сделали объявление по радио, дали контактные данные. Ни один человек за сутки не записался. Слушайте, грустно. Кем мы с вами становимся? Одинокими, перепуганными шизофрениками? Да мы только этим способствуем развитию этой болезни. И еще уничтожаем у себя всякую радость жизни, просто заперев себя в квартиру, и просто, знаете, ничего не делая. Еще раз, я не к тому, что не нужно быть осторожным. Нужно. Давайте оставаться людьми. Давайте помогать другим. Сейчас в Москве очень большое волонтерское движение. Молодые люди разводят еду старикам. Слушайте, давайте, давайте оставаться людьми. Более того, как мы с вами выясняем, это еще нас сильнее всего и защищает, оказывается. Осторожность давайте соблюдать. Давайте оставаться людьми. Жизнь-то дается не для того, чтобы не заболеть, а для того, чтобы человеком стать. И развить вот эти настоящие качества характера. Научиться любить, научиться дружить, научиться делать что-то бескорыстное ради блага других в этом мире. В любой профессии, в любой роли. Даже будучи отцом и матерью. Слушайте, мы совсем с вами забыли вот этот вот долг любви. Поэтому так много брошенных детей. И может быть именно поэтому мы с вами сейчас так часто болеем. Вы никогда себе не задавали такой вопрос? Нам часто кажется, что болезнь – это зло. И от нее нужно побыстрее избавиться. таблетками как-то там. Ну, быстрее, что-то сделать, чтобы все в порядке было. Я опять смог бегать, суетиться и делать то, что я хочу. Она мне мешает наслаждаться жизнью. Это болезнь. Я вам хочу интересные сейчас вещи некоторые порассказывать. Чуть-чуть. Ну, в качестве нашей такой некой грамотности внутренней. Например, боли – это хорошо или плохо? Вот попробуйте задать себе такой вопрос. Ну, как, боли – это хорошо или плохо? Вот когда у нас боли возникают, мы же хотим как-то таблетку какую-то сразу выпить. Ну, чтобы она быстрее прошла. Но она же мешает жить. Я думаю, большинство скажет, что боль, скорее всего, это плохо. От этого нужно избавиться. Это мешает мне радоваться жизни. Я так подозреваю. Но в основном у нас такая культура, по крайней мере, что боль нужно устранить. А откуда мы это взяли? Вот слушайте пример. Вот человек подумал, что что-то боль мне мешает жить. Я хочу радоваться жизни. Я хочу жить спокойно, быть свободным человеком. Вот боль, воля – это неприятный какой-то сигнал. Все время он мне как-то беспокойство только создает. И, знаете, вот этот человек, он пошел к опытному психологу, психотерапевту, гипнотизеру. И сказал, я слышал много о ваших успехах профессиональных. Вот у меня к вам есть запрос психологический. Пожалуйста, сделайте так, чтобы я не чувствовал боль. И вот психотерапевт, гипнотизер, он оказался таким, что я сказал, ну да, это, конечно, такая сложная работа, непростая работа, она дорого стоит. Вот стоит 15 тысяч долларов. Вы как, готовы так потратиться? Это много для меня будет усилий, это не так просто. Мне нужно серьезно будет поработать. И этот человек думает, ну 15 тысяч долларов, но зато всю жизнь не буду чувствовать боль. Как прекрасно. Да, да, я согласен, давайте. Это, конечно, большая сумма, но оно того стоит. Да, давайте, пожалуйста. Примените свои навыки профессиональные. И, значит, гипнотизер начинает работать, начинается какой-то транс такой, работа. Все, там все, что нужно, здесь сделано. И раз, все, человек приходит в себя, трогает, значит, себя, это самое, как-то ногтем, значит, так в кожу себя втыкает, боли нет. Берет иголку, втыкает, нет. Ой, ну как хорошо. Вот это я сейчас заживу, без боли. И такой, знаете, ум возбуждается. Столько у него впечатлений, радости. Вот эта жизнь сейчас начнется. Он бежит скорее домой, даже забыл попрощаться с этим психотерапевтом, гипнотизером. Деньги отдал, конечно, но домой прибегает такой счастливый и думает, вот сейчас как. И, знаете, когда мы возбуждены, нам обычно аппетит приходит сразу. Ну как-то вот так включается. И он, значит, открывает холодильник и обнаруживает, что есть нечего. Думаю, что, ну, что сделать? Ну, вот ничего, я сейчас быстро приготовлю. Берет нож, там, значит, какие-то овощи, начинает что-то там шинковать. А ум такой возбужденный, радостный. Какая у меня жизнь сейчас начнется? Вот столько счастья, радости. И, значит, там руками шинкует, что-то шинкует, а в уме возбуждение, и руками там, значит, глаза опускает и вдруг смотрит, полруки себе отшинковал без всякой боли. Дорогие, как вам кажется, боль это хорошо или плохо? Боль – это полезный сигнал от нашего тела, которое нас предупреждает о какой-то опасности, о том, что мы делаем что-то не то, что боль – это встроенный сигнал чувствительности в наше тело, которое нам показывает, что мы что-то не то делаем в этом мире. И если мы с вами уничтожаем боль и с ней боремся, мы буквально делаем себя невосприимчивым к сигналам жизни и получаем все эти проблемы. Ну, в данном случае была отшинкованная рука. Да, человек, конечно, теперь заживет без боли, но и без руки. Простите. Там и вторую руку как-нибудь позабудется, отшинкует себе. И что-то еще сделает. Глаз выколет, даже не заметит, как произошло. Боль – это полезный сигнал, который помогает нам понять, что мы делаем что-то не то жизни. А теперь у меня к вам очень интересный вопрос. Как вам кажется, болезнь – это плохо или хорошо? Ну так вот, просто попробуйте задать себе вопрос. Вы пока размышляете, я вам расскажу сейчас один свой пример небольшой. Он со мной случился где-то, наверное, месяца 4 назад. Я почувствовал легкое недомогание, вот, и мне через пару дней нужно было садиться в самолет и лететь в какой-то город. У меня там была программа, мои тренинги, общение с людьми. Там большая аудитория собиралась, несколько сот человек. И я почувствовал недомогание, подумал, ну, не, как главное, чтобы не разболеться. Ну, там стал какой-то чай горячий пить, ну, что-то такое. А болезнь стала прогрессировать. И когда пришло время вылетать, знаете, у меня была такая температура уже такая хорошенькая. Я так не очень держался на ногах. Ну, как-то так вот. Такое тело все было, какая-то ломота какая-то там, все-все-все это. Вот. И мне жена, значит, дала лекарства с собой какие-то. Я сажусь в самолет, и я вдруг думаю. Ну, вот ты же все время людям объясняешь, что нужно быть учеником жизни. Что нужно в жизни учиться. Она же не просто так с нами разговаривает, какими-то неприятностями. Ты же все время это объясняешь людям. А ты вот подумай. А вот чему тебя болезнь обучает? Я, знаете, я так задаю себе этот вопрос. Вот эта вот хворь, которая во мне там пошится. И вдруг ответ такой приходит изнутри, какой-то ясный, такой понятный какой-то, что нужно поголодать. Что организм, он хочет очиститься. И тут я неожиданно вспоминаю, что я от разных врачей, в том числе, слышал, что температуру до 39 градусов взбивать не нужно. Почему? А потому что температура – это жар внутренний. И вот этот жар как раз показывает, что организм, он борется с болезнью. То есть вот этот жар – это и есть показатель, что иммунитет, он включился на полную мощь. И когда мы эту температуру взбиваем, слушайте, мы же иммунитет-то ослабляем. Потому что температура – это показатель, что он работает. Я, значит, вспоминаю эти слова, которые раньше как бы я слышал много раз, и вдруг у меня приходит опыт реализации этих слов. Потому что я изнутри чувствую, мое тело, оно хочет как-то очиститься. Я понимаю, надо поголодать. Я помню, я прилетел в Шереметьево, у меня там стыковка была. Там, знаете, в терминале «Б», если там кто-то из вас был, в бизнес-зале. Там написано, когда вы заходите в бизнес-зал к раздаче, там шведский стол, такая шведская линия раздачи. И там написано – самая длинная в Европе линия раздачи в аэропортах. Она там длиннющая. Там столько разных вкусностей, каких-то пирожных, блюд, там всего там полно. А я, значит, в это время уже осознанное решение это голодать принял. Я так смотрю на всю эту пищу, и у меня что-то так хорошо внутри. Потому что я вдруг понял свой организм, его потребность, что он хочет. И я помню, еще два дня я программу вел. Два дня голодал. Хотя мне есть хотелось, тело требовало наслаждения. Но я его держал этим смыслом. Потому что я голос тела услышал. Ему нужно очиститься. И у меня, знаете, в процессе этой голодовки пришло неожиданное понимание, что вирусы... Я сейчас не говорю о коронавирусе. Я не знаю до конца его природу, я не медик, но я в целом говорю о вирусах. Они не просто так приходят, потому что вирусы – это чистильщики. Это чистильщики. Когда наш организм зашлакованный, они приходят туда, чтобы возникла болезнь, и чтобы иммунитет включился, и на полных оборотах стал работать. Вот этот жар, огонь внутренний возник, и он стал сжигать всю эту нечистоту внутреннюю. И я вот в процессе той голодовки я прям почувствовал, как у меня как будто внутри включаются другие программы, как будто вот эта вся грязь, которая накоплена, начинает уничтожаться, как тело начинает изнутри просто очищаться. И несмотря на то, что болезнь достаточно активна была, уже как проявляла себя, за два дня я выздоровел. Я к концу первого дня уже почувствовал себя лучше, хотя тело было слабое, хотя так хотелось есть, но внутри вот прям чувство, у кого-то вот что-то очищается. И второй день там, знаете, тоже продержался, как на ногах простоял, там целый день с людьми стоял, общался с ними, но внутри вот эту радость чувствовал. Слушайте, уважаемые, жизнь дается не для наслаждения, она дается для мудрости, для счастья настоящего. Но мудрость и счастье приходят тогда, когда у нас есть знания. А знания должны быть реализованные. То есть мы их должны реализовать в своей интуиции, в своем опыте, а не просто читать какие-то книги. Давайте обратим внимание, что болезней становится все больше и больше. И вот коронавирус появился. Да, у него особая природа, он такой разрушитель иммунитета. Еще раз, я не медик, я не могу объяснять, как он действует, я просто рассказываю вам свой небольшой опыт. Но что я хочу сказать? В любом случае действует закон. Мы с вами частички природы. Мы с вами живем в живом мире. И вот эта природа, она помогает нам, она отдает нам какие-то знаки. А вам не кажется, что этот коронавирус это некий знак от природы? Что мы что-то очень не то делаем. Мы как сумасшедшие просто бегаем, суетимся, эксплуатируем друг друга по полной программе. Манипулируем друг другом. Богатеем за счет других. Разную дрянь выпускаем в виде услуг и товаров в обществе. Потому что ни о ком вообще не думаем. Потому что меня интересует только моя прибыль. Мы с вами разрушили уже всю природу. Просто дышать нечем уже, понимаете? И воды чистой не осталось. Мы с вами разрушили семью. Потому что, согласно официальной статистике, в России первый год заключения браков распадается до 70% браков. Люди не просто не могут уже рядом друг с другом остаться. Понятие гражданский брак – это уже что-то обычное. Знаете, их много должно быть. Потому что я же хочу наслаждаться. Мы разрушили дружбу. Мы разрушили уважение к старшим. Мы разрушили чувство красоты. Вы посмотрите, какие здания и какие храмы строили люди раньше. Вот в Петербурге я был недавно. Потому что вы посмотрите, какая красота. Потому что люди жили с этим чувством, как бы ощущением Бога, Его присутствия в этом мире и творили этот мир с этим чувством, ощущая Его красоту. Вы посмотрите, какие картины они писали раньше. И сравните с современным авангардом, где воткнули, знаете, несколько кусков проволоки, обмотали бетонную плиту. И вот оно, произведение искусства. Вы сравните современную поп-музыку и классическую музыку. Слушайте, может быть, мы что-то не то делаем, а? Может быть, мы все больше и больше теряем связь с жизнью, вот с ее этими энергиями настоящими, с ее красотой, с проявлением Бога в этом мире, с ощущением Его присутствия в моей судьбе, в моих отношениях с моей любимой, с моим ребенком, в моем долге по отношению к отчизне. Мы с вами потеряли связь с реальностью. И природа нам это очень явно показывает. Я, знаете, я нашел в интернете одно интересное очень исследование. Я вам сейчас его прочитаю. Возможно, вы тоже это где-то читали, слышали. Несколько экстрасенсов, около десятка таких, ну, таких тонких людей, которые чувствуют какие-то тонкие энергии. Вы знаете, есть такие люди. Всевидящие, экстрасенсы. Они собрались и начали такую коллективную медитацию на коронавирус, вот на эту сущность. Что за энергию он несет? И неожиданно они услышали голос этой сущности. Я вот сейчас вам прочитаю, что этот голос сказал. Хотите, верьте, хотите, нет. Ну, послушайте. Я хочу открыть сердца, умы и души людей новому видению чуда, для нового дыхания жизни, где ты любишь и уважаешь все формы жизни, как равные, и уважаешь сущность природы во всем. Я пришел, чтобы вы научились соединяться, сотрудничать и начать заново. Я пришел, чтобы напомнить вам, смотрите внутрь, вместо того, чтобы сворачивать или смотреть вперед. Будьте внимательны к окружающей среде сейчас. Сверните лишнее. Замедлитесь, чтобы соединиться с тем, кем вы действительно являетесь, с вашей сущностью. И соединитесь с величием жизни. Я пришел показать миру, как быстро земля может восстановиться, когда у нее есть пространство. Я объединяю все народы и превращаю страх в любовь, разделение в единство. Я здесь, чтобы пробудить людей и способствовать новому образу жизни. Я здесь не для того, чтобы вредить. На меня направлено столько гнева, но я здесь, чтобы помочь пробудиться. Я здесь, чтобы помочь нам научиться заботиться и понять нашу связь с собой, друг с другом, с окружающей средой. Я побуждаю людей делать изменения и прорывы для себя и помогать ослабить ваш страх. Я связь, бесконечная цепь людей, гор, неба и бездонности моря. Я здесь, чтобы создать момент, когда люди осознали, что для них самое важное, и обратили на это внимание. Чтобы напомнить вам о любви к себе и изменить свое сознание. Чтобы любить свой страх и обнимать свой страх. Чтобы напомнить вам любить себя. Чтобы найти время для начала настоящей внутренней революции. Пришло время процветать, а не просто выживать. Дышать и говорить. Пришло время начать видеть вещи по-другому. Я нечто, которое на первый взгляд кажется не таким добрым намерением. Но на самом деле действительно чудо, несущее в себе радостную связь. Послабьтесь и освободите свою радость. Я тот день, который ты никогда не знал, что он может быть таким хорошим. Такая вот интересная информация. Я понимаю, что кто-то сейчас скептически к ней отнесется. Но знаете, в каналах Венеции появились лебеди. Которые никогда туда не заплывали. Потому что слишком много туристов и слишком много грязи. А смог над Китаем исчез. И люди оказались рядом друг с другом в своих квартирах. Чтобы наконец-то увидеть друг друга. Рядом со своими детьми, с которыми они сейчас проводят время. Просто вынуждены проводить. Ну и многое чего происходит еще. Давайте это заметим. А вам не кажется, что коронавирус – это просто обратная связь от жизни на все наши невежества? На все наши неправильные поступки, заблуждения? На все эти низшие эмоции, которые мы испытываем и не замечаем, что они делают с нами и с окружающей средой? На все эти наши бездумные поступки, разрушительные, агрессивные, по отношению к окружающей среде и окружающим людям? Это обратная связь от жизни. На это наше с вами мировоззрение, систему ценностей, утвержденную в этой потребительской позиции. Я пришел в этот мир наслаждаться, и никто мне не должен мешать. А вам не кажется, что коронавирус – это просто природа защищается от нас? И не только защищается, но и помогает нам что-то осмыслить. Потому что мы с вами живем в живой Вселенной, и мы ее частичка. А целое реагирует на части. Когда часть делает что-то не то, целое реагирует, помогает части понять. Пришло время изменить свое мировоззрение. Я приведу вам один очень интересный факт. В конце уже нашел с вами разговор. Это факт очень любопытный. Возможно, вы о нем слышали, а возможно, нет. У нашей с вами планеты есть некая частота, которая вибрирует. Эта частота на протяжении тысячелетий была неизменной. Эта частота – 7,6-7,8 Гц. На протяжении многих-многих тысячелетий, согласно исследованиям, эта частота была неизменной. В 1987 году произошла смена магнитной решетки Земли. И начиная с этого момента, эта частота стала медленно подниматься. В физике есть такое понятие экспонента. Я не знаю, если вы помните школьную программу. Экспонент – это сначала такое медленное поднимание вверх графика. И постепенно он становится все более и более крутым. И в конце концов резко просто взлетает по вертикали вверх. Это называется экспонентом. Так вот, с 2000 по 2014 год частота вибрации Земли изменилась в два раза. В 2014 году она была уже 16,5 Гц. В два раза, начиная с 1987 года. Эта частота называется частота Шумана. Так она известна. Это поле Земли вибрирует этой частотой. Итак, за 14 лет, с 2000 года, если считать, по 2014 в два раза она изменилась. А вот за два года, с 2015 по 2016 год, она изменилась до 30 Гц. Еще в два раза. Итак, мы с вами наблюдаем вот эту экспоненту. То есть 30 Гц. Дорогие. Может быть, вы слышали, что наступает новая эпоха. Ее по-разному называют. Золотой век. Эра Водолея. По-разному. Мы с вами просто на уровне физики сейчас это замечаем. Поле Земли начинает вибрировать более высокими частотами. Причем это по ускорению идет вверх. То есть сама планета, она подталкивает, чтобы наше сознание стало вибрировать более высокими частотами. Потому что если мы не научимся этой культуре, простите, мы с вами просто не выжимаем. Время такое. Это время перехода просто. Человечество на новый уровень. И то, что сейчас происходит, коронавирус, все эти потрясения. Это, знаете, как самолет, когда взлетает, его же трясет. Не надо беспокоиться. Надо работать с собой. Надо понять задачу, которую время ставит перед нами. Нужно открыть свое сердце к Богу. Это предельный урок, который нам дается. Потому что это самая высокая частота. И сама планета нас готовит к этой новой культуре, к другому сознанию, к другому качеству жизни. Дорогие, давайте открывать свое сердце к любви, к дружбе. К состраданию, к уважению, к благодарности. Давайте повышать свой и психический, и физический иммунитет. Давайте осваивать как бы новую культуру жизни. Коронавирус не просто так пришел. Давайте это поймем. Нужно быть осторожным. Но давайте поймем уроки, которые он приносит. Давайте извлечем истинное благо из взаимоотношений с ним. Давайте в конце концов полюбим природу, которая дает нам какую-то очень полезную обратную связь. И несмотря на то, что она очень болезненная, но это же очень важный урок, который дает нам жизнь. Слушайте, давайте перестанем ставить себя в центр мира. Давайте научимся сотрудничать с жизнью, чувствовать ее, понимать, реагировать на нее. Задача времени в этом – открыть свое сердце к новым энергиям, к новому выбору. Вот. Ну так что давайте в новую эпоху входить с новым иммунитетом на всех уровнях. И на физическом, и на психическом, и на духовном. Ну что, мы с вами начали сегодня наш марафон, наш семидневный марафон, антивирусные каникулы. Я хочу вам пожелать, чтобы вы, используя их, провели. Поразмышляли. Побыли наедине с собой. Послушали наши эти программы. Чему-то научились с них. И, пожалуйста, не только слушайте их. Начните применять это. Потому что знание, если оно не применяется, оно просто будоражит ум. Оно просто нагружает ум новой информацией. Самая лучшая способность понять что-то, знаете какая? Обсудить это с другим человеком. Обсудить. Вот как ты это понимаешь? Я сегодня услышал такие-то вещи. Только одну вещь вам скажу. Если вы будете обсуждать с человеком, который живет в низких вибрациях, он не согласится ни с чем, что вы будете ему говорить, но исходя из тех тем, которые звучали сегодня, у него вибрация другая. Он просто свое сознание туда поднять не может. Не общайтесь с такими людьми. Просто держите дистанцию. Просто лечите их. Просто выполняйте свой профессиональный долг по отношению к ним. Но не открывайте свое сердце к ним. Свою чистоту, чистоту своей вибрации храните. Как знаете, Иисус Христос сказал, не мечите бисер перед свиньями. Жесткие слова. Но поймите, что это тоже как самозащита действует. Не мечите бисер перед свиньями. Простите, пожалуйста, это я просто цитирую. Но смысл, говорю. Ищите людей, которые способны откликнуться, понять, которые вибрируют той же энергией, что и вы. Которые способны понять какие-то смыслы и поделиться своим опытом. Вот это будет лучшей защитой нашего иммунитета. Ищите таких людей. И в особенности мудрых, знающих людей. Ищите их. Спасибо большое. Но мы будем продолжать наш марафон. Он будет идти 7 дней. Я был счастлив его сегодня открыть. И в конце марафона мы с вами встретимся еще раз. И подведем его итоги. Это будет воскресенье. Ну а так, желаю вам хороших антивирусных каникул. Пусть они помогут нам обрести что-то очень ценное внутри нас. Спасибо большое. Антон, передаю слово вам, пожалуйста. Да, уважаемый Олег Георгиевич, спасибо вам большое за сегодняшний такой вебинар. За те смыслы, которые вы раскрыли, озвучили сегодня. Я сейчас в чате тоже наблюдаю, что люди очень делятся. Очень благодарят за этот поддерживающий вебинар. Я чувствую, что такую очень важную работу мы делаем сегодня для всех. Дорогие участники, я также благодарю от всего сердца вас за то, что вы включаетесь, за то, что вы чувствуете, что это сейчас необходимо для поддержки и вас, и ваших близких. И также хотел сказать, что если у вас есть с кем поделиться этим видео, то, пожалуйста, поделитесь. Также хотел вам сказать, что если кому-то из ваших близких требуется сейчас какая-то помощь психологическая, то специально с Институтом ценностно-ориентированной психологии и Ассоциацией ценностно-ориентированной психологии открыта горячая линия. Также, если вы хотите поддержать наш благотворительный марафон, то вы можете сделать какое-то посильное пожертвование. Вот все ссылки находятся под описанием, под видео. Присоединяйтесь к проекту, присоединяйтесь к сетям фонда и поделитесь, если кому-то нужен вот этот телефон сейчас. Спасибо вам большое. Еще раз хочу напомнить, что все ссылки находятся под описанием. Вот там вы можете найти всю эту информацию. Хорошего вам времени. Мы встретимся с вами завтра в то же время. И завтра нашим спикером будет рыцарь гуманной педагогики Алексей Анатольевич Бабаянс. И будет такая тема, как верить в своих детей и не разочаровываться в них. Я думаю, что во время карантина, таких каникул, нам будет очень полезно узнать с вами о воспитании наших детей. Спасибо большое. Олег Георгиевич, еще раз. Антон, у меня, знаешь, небольшая просьба сейчас к нашим слушателям. Я прошу вас в чате. Пожалуйста, напишите, что для вас было важно в сегодняшнем разговоре. Какие это дало вам эмоции? Какие смыслы, какие понимания? Я прошу вас сейчас поделиться своим опытом. И давайте обогатимся друг друга сейчас. Пожалуйста, побудьте еще некоторое время в нашем чате в YouTube. И обменяйтесь. Давайте сделаем такой обмен опытом, который мы получили сегодня. Ну а я тоже прощаюсь с вами сегодня. Спасибо. Хорошего вам дня.